Здравствуйте подписчики и гости моего канала. Сегодня обзор решил снять по магнолиям, потому что часто задают не всегда вопросы по магнолиям, по моим, по сеянцам. Не всегда получается ответить. Стараюсь, конечно, всегда отвечать, всегда снимать видео, но если я вам не ответил, значит где-то что-то я в видео обязательно вас упомяну. Поэтому отвечу на ваш вопрос именно в видео. Вот перед вами магнолия грандифлора. Она дала вот такой молодой прирост. Посмотрите, как она выглядит. Весна была холодная, поэтому листики вот такие вот повыходили какие-то недоразвитые. Но сейчас вот более-менее. Вот смотрите, как выглядит магнолия. Просто шикарно. Ничем не хуже выглядит, чем какой-то фикус. Вот посмотрите, блестящие красивые листья. Этому кусту третий, два года, да? Третий год. Вот. Выращено из семени. Здесь у меня я сюда постоянно чай выливаю. То есть новый завариваю, когда старый весь выливаю сюда. Здесь земля уже такая удобренная или удобренная именно чаем. Поэтому вот смотрите, как этот куст магнолий здесь прекрасно себя чувствует, прекрасно растет. Вот, конечно, жалко мне его отсюда убирать, но он растет вот здесь под фундаментом. Ну, буду пересаживать его на осень или, скорее всего, на следующую весну. Наверное, на следующую весну буду пересаживать его там. Вишни уберу и буду там делать ландшафтный дизайн. Вот он, этот куст, уйдет туда. Здесь пойдет какой-нибудь куст гортензии или еще что-то такое, чтобы под фундамент сильно не шло. В общем, вот магнолия грандифлора, один из кустов, выглядит вот так. Покажу вам другую, другие кусты магнолии, как выглядят они. Вот этот кустик, это взяты семена с парка Галицкого или парка Краснодар. Вот, это выращенный мной из семян. Я не покупал ни сеянцы, ни саженцы. В общем, это мной выращен. Рос он там на переднем, ну, вон там вот он рос. Оттуда я пересадил его сюда. Чувствует он себя хорошо. Это вот место, где у меня росла финиковая пальма, где я его укрывал. В общем, в итоге она у меня вымерзла, выприла. Укрывая, не укрывая, все равно финиковая пальма почему-то вымерзает. Но буду еще пробовать. Конечно, не буду на этом останавливаться. Может быть, все равно получится вывезти какие-то более-менее зимостойкие относительно к нашему региону пальмы. Четыре сорта пальмы у меня финиковые уже взошли. Растут на улице, в горшках. В общем, посмотрим, как это все будет. Также буду все равно экспериментировать. Вам покажу. В общем, в итоге вот магнолия вот такая. Это магнолия тоже трехлетка. Вот видите, первый год. Вот она мучилась, мучилась, сидела в горшке. Потом ее пересадил. Она такая уже полудохлая была. Ее пересадил. Вот она за прошлом году кое-как она отросла. Вот дала буквально там, я не знаю, 5-7 сантиметров. И в этом сезоне, посмотрите, вот сколько она дала уже прирост. Уже, наверное, сантиметров 20. Вот еще магнолия. Это тоже покупная, которую я вам первую показывал. Вот это такого же возраста, как и это. Это я медью пожег. Я показывал, уже видео снимал, как медью я пожег некоторые растения случайно. В общем, не знал, что медь оставляет такие ожоги. В общем, как-то так. Вот тоже первые листики пошли просыпаться. И вот такие дефектные листики пошли. Дальше вот она пошла очень хорошо. Ее пытаюсь вырастить вот так, как деревцем. Вот так. Подвязал его. Потому что, ну, вот так. Некоторые у меня задают вопрос из подписчиков. Что я делаю? Прищипываю, не прищипываю, чтобы она ветвилась. Вот видите, ничего не прищипываю. Ветвится она сама собой. По поводу цветения. Пока она у меня не цветет. Цветы не заложила. Надеюсь, на следующий год зацветет. В этом году цветов нет. Это магнолия грандифлора или магнолия вечно зеленая. Вот так вот она выглядит. Или крупноцветковая еще называют. Цветет белыми большими цветами. Таким запахом цитрусов. Это листопадная магнолия. Сейчас покажу. Вот у меня еще магнолия грандифлора. Такого же возраста, как вот это растение. То есть, насколько зависит место посадки, грунт, почва для магнолий. Вот это магнолия. И таким же возрастом. Сейчас покажу вам другую магнолию. Позапрошлый год она сидела. Вообще практически не росла. И вот за счет того, что в этом году очень сильно пошли дожди. Вот посмотрите, как она. Она в прошлом году болела. Выпревали у нее листики. Сохли. Но вот в этом году она стартанула. И даже начала ветвиться. Пожалуйста. Вот магнолия грандифлора. Выглядит так. Конечно, желательно бы их подкармливать. Но я их не подкармливаю. В общем, как-то так. То есть, от места очень много зависит. От почвы. Поэтому, когда люди говорят, как быстро она растет. Сколько она вырастет. Через сколько лет она будет двухметровая. Это все индивидуально. Для каждого места. Для каждого региона. Для каждого садовода, скажем так. Все индивидуально. Вот такая же магнолия. Только вот здесь ей хорошо, скажем так. От собак огородил какими-то деревяшечками. Чтоб они не повредили этот куст. То есть, этот куст уже вполне нормальный. В этом году, я думаю, она будет почти в человеческий рост. Наверное, метр пятьдесят, метр шестьдесят. Она будет спокойна. И можно будет ее уже высадить. В следующей весне. В зиму лучше не трогать. Такие теплолюбивые растения лучше высаживать весной. То есть, весной до распускания почек. Выкопаю с комом хорошо. Сделаю там, подготовлю яму. Заправлю ее хорошей почвой. И эта магнолия пойдет туда, в грунт. И можно будет попроливать корневином. И всякими такими антистрессом. Попшикать ее после пересадки. Попшикать ее этим цирконом. И растение, в принципе, спокойно переживет. Спокойно переживется. Это что касается магнолии. Спасибо за внимание. До свидания.